Друзья, всем привет! С вами опять Руслан. И сегодня мы не будем говорить про патроны, а поговорим про оружие в целом. И сегодня я хочу рассказать про так называемую большую оружейную драму, которая происходила в Российской империи в 60-х годах 19 века. И, собственно, драма сама заключалась в том, что в этот промежуток времени новое оружие принималось на вооружение чуть ли не каждый год. Но, как всегда, сначала начну с предыстории. Гладкоствольное дульнозарядное оружие с кремниевым замком стояло на вооружение всех стран больше 200 лет. И стояло оно практически без всякого изменения. То есть, например, знаменитое английское ружье Brown Bass официально, подчеркиваю, официально стояло на вооружении более 140 лет. То есть, с 1722 года до 1860-х годов. Основные подвижки в модернизации стрелкового оружия начались после Наполеоновских войн. В это время химическая промышленность европейская смогла выдать первые так называемые ударные составы. То есть, химические составы, в состав которых входила бертолетовая соль или гремучая артуть. То есть, в разных смесях, в разных вариациях. Наличие ударных составов позволило сделать первые ударные капсюли, которые довольно выгодно отличались по качеству воспламенения от кремниевых замков. Капсюльные ударные замки не зависели от погоды, потому что кремниевые замки могли отсыревать, и порох на полках мог отсыревать. Капсюльные замки не требовали постоянной замены кремния, потому что на самом деле кремния хватало где-то максимум на 50 выстрелов, после чего он выкрашивался и терял свои свойства. И вообще, капсюльные замки в целом упрощали заряжание и серьезно увеличивали скорострельность. Помимо этого, кремниевые ружья довольно просто переделывались в ударные ружья, то есть ружья с ударными капсюльными замками, требуя лишь замены курка и замены пороховой полки на брандтрубку. Брандтрубка это такая деталь ружья, на которую надевается капсюль, и при ударе курка по капсюлю, как бы эта трубка проводит форс пламени к основному пороховому заряду. Дешевизна производства, кстати, очень важный фактор, так как в ту эпоху срок службы гладкоствольного ружья определялся в 50 лет примерно. А во время Наполеоновских войн оружия было сделано очень много и как бы негоже было выкидывать и разбазаривать госимущество и утилизировать почти новые ружья. К этому моменту мы вернемся чуть позже. Кстати, пули времен Наполеоновских войн выглядели примерно так. То есть, вот эта вот обычная свинцовая пуля к гладкоствольному ружью, это точно сказать не могу. Это пуля времен Крымской войны. Подозреваю, что в нарезные штуцера могли использовать именно такие пули. Параллельно с разработками химической промышленности также шла как бы разработка нарезного оружия. Вообще, нарезные стволы были известны еще с 15 века, но широкого распространения они не получили из-за своей сложности и дороговизны. То есть, во-первых, они в производстве были довольно сложны и дороги, а во-вторых, их сложно было заряжать сдуло, потому что пули в ствол нарезного ружья приходилось забивать молотком. То есть, пуля должна была сначала прокрутиться под ударами молотка по нарезам в глубину, в глубь ствола, чтобы потом им можно было выстрелить. А если в пылу боя солдат забывал сначала засыпать порох, то это оружие можно было восстановить в лучшем случае в мастерских. Нарезные ружья ограниченно использовались в войсках и обычно нарезными ружьями вооружались егерские и прочие типа элитные подразделения того времени. Первые варианты упрощения зарядки нарезных ружей появились в 1820-х годах. Идея, собственно, была проста. То есть, нужно было сделать пулю чуть меньшего диаметра, которая бы свободно проходила в ствол, а в стволе она бы как-то деформировалась, расширялась так, чтобы смогла врезаться в нарез. И первый такой вариант в 1826 году предложил французский офицер, офицер Густав Дельвини. Он предложил сделать в казенной части ствола камору меньшего, чем ствол диаметр в виде трубки. И смысл был в том, что в эту камору засыпался порох, а у края камеры опиралась пуля. После чего эта пуля слегка прибивалась шомполом и молотком, тем самым пуля расширялась и после чего спокойно врезалась в нарезы. Эту идею позже развил тоже француз, полковник Луи Тувенен, который предложил так называемую штыревую винтовку, где в казенной части ствола находился штырь, на который пуля как бы насаживалась и тоже прибивалась шомполом, и тем самым немного деформировалась и также врезалась в нарезы ствола. Но основную роль в массовом переходе на нарезное оружие сыграл французский офицер капитан Минье, который первый разработал пулю расширительного типа. Пуля представляла из себя цилиндроконическую свинцовую пулю с полостью в задней части. В эту полость помещалась специальная металлическая чашечка, и при выстреле пороховые газы ударяли в эту чашечку и раздвигали юбку пули, тем самым врезая ее в нарезы. Вот у меня есть пуля, немного похожая на пулю Миньем, тоже это на самом деле пуля от крынка, но смысл был примерно такой же, что пуля имела вот такой вот форм-фактор, здесь было углубление, туда вглубь помещалась металлическая чашечка, вот у меня еще есть одна пуля, тоже немного такая в плохом состоянии, вот мы здесь видим остатки, как я понимаю, этой металлической чашечки. Вот эти вот канавки в пуле тоже были не просто так, так как пули обычно смазывались жиром для улучшения, так сказать, внутренней баллистики пули внутри ствола. Также этот жир помогал очищать ствол от нагара предыдущего выстрела. Пули такого типа назывались расширительными и пули были довольно широко применимы во всей Европе. То есть использовались пули, где были металлические чашечки, были пули, где использовались специальные деревянные втулки внутри и были просто пули без дополнительных деталей, где расширение обеспечивалось просто самой формой вот этой вот углубления и юбки пули. То есть были пули, где достаточно было просто удара пороховых газов в хвост, чтобы она расширилась достаточно до того, чтобы врезаться в нарезы ствола. Была даже пуля, которая якобы была лично спроектирована будущим императором Александром Третьим. В России в то время тоже присматривались к нарезному оружию и в 1843 году в Бельгии было заказано 5000 литихских штуцеров. Лютих, это, кстати говоря, старое название города Льежа, как бы оружейной столицы Бельгии. Литихский штуцер имел два нареза и пулю с двумя выступами. Собственно, эти выступы и как бы вставлялись в нарезы. Этот тип решения тоже имел некоторые недостатки, так как зазор между пулей и стволом проходила достаточно большая часть пороховых газов. И как бы в горячке боя сложно было, иногда сложно было нащупать эти выступы, да, особенно с учетом того, что эти пули еще и заворачивались в просаленную бумагу. Штуцеры поступили на вооружение застрельщиков, то есть тех солдат, которые первым встречаются с противником и как бы которым нужно оружие максимальной эффективности. Отставание вооружения ярчайшим образом проявилось во время Крымской войны 1953-1956 годов. На начало войны доля нарезных ружей в стрелковом вооружении русской армии в Крыму не превышала 4-5%. К концу войны доля была увеличена до 13-14%. Во французской же армии нарезные ружья составляли около 3-е стрелкового оружия, а в английской их было больше половины. Французы имели стержневой штуцер Тувенена с прицельной дальностью 1100 метров. Англичане имели винтовку Энфилд образцов 1951-1953 годов с пулей Минье и прицельной дальностью 1000 ярдов, то есть 914 метров. Их прицельный огонь, что французских, что английских ружей, перекрывал как дальность огня русских ружей, так и дальность огня даже русской артиллерии гладкоствольной. Причем дальность ружей перекрывалась в 4 раза. Можете себе представить, что такое, как можно воевать с противником, который стреляет в 4 раза дальше, чем ты. По итогам крымской кампании были сделаны организационные выводы. И, собственно, в этот момент началась эта самая пресловутая оружейная драма. В чем была ее суть? Суть ее была в том, что с 1860 по 1870 год на вооружение было принято не менее 6 различных систем оружия, стрелкового оружия, из которых большая часть была признана устаревшей буквально на следующий год после принятия на вооружение. По порядку поехали. В 1856 году начинается перевооружение армии на нарезную, дульнозарядную капсульную винтовку образца 1956-1959 года. Калибр 6 линий, то есть 15,24 мм. К середине 1860-х годов ей уже перевооружили всю армию. Дальше начинаются испытания уже казнозарядных винтовок под бумажный патрон с капсульным воспламенением. И на вооружение принимается в 1863 году винтовка системы Желли Трумера. Она была выпущена небольшой серией. И в 1866 году винтовка Три Нормана. Было заказано 115 тысяч этих винтовок, но заказ позже был частично отменен. Винтовки Желли Трумера и Три Нормана имели примерно следующий принцип действия. То есть в казенную часть вставлялся надорванный бумажный патрон, состоящий только из пороха и пули. То есть и все это было завернуто в бумагу, в бумажную оболочку. Не путать с игольчатыми ружьями, про них позже. На ударную трубку надевался капсюль, и как как бы в обычных ударных дульнозарядных ружьях. Ну и при выстреле форс пламени попадал, от капсуля попадал к пороховому заряду, и поджигал порох, и дальше происходил выстрел. Позже, после появления информации об успехах немецкого игольчатого ружья системы Дрейзе, начались испытания различных игольчатых систем. И уже в 1867 году принимается на вооружение винтовка системы Корле. Винтовок системы Корле было выпущено 215 тысяч. Игольчатые винтовки имели принцип действия, что-то среднее между унитарным патроном и казнозарядным винтовком, про которые речь шла раньше. Патрон для игольчатой винтовки состоял из пули, пороха и капсуля, завернутого в бумажную оболочку. При этом капсюль мог помещаться как около пули, например, как в винтовке Дрейзе, или, так сказать, ближе к краю этого патрона, как в винтовке системы Корле. И при выстреле игла пробивала бумажную оболочку и накалывала капсюль, после чего происходил выстрел. Недостатки, что казнозарядных винтовок под бумажным патроном, что игольчатых винтовок, заключались в первую очередь в сложности обтюрации пороховых газов. То есть постоянно присутствовала проблема их прорыва и никак не получалось на том технологическом уровне реализовать надежное герметичное запирание пороховых газов в стволе. Помимо всего этого у игольчатых винтовок игла, поскольку взрыв заряда пороха происходил вокруг этой иглы, игла также подвергалась серьезным нагрузкам и по сути являлась расходником, что тоже не лучшим образом влияло на надежность. Параллельно с этими разработками военное министерство Российской империи очень внимательно следило за событиями, которые происходили за океаном. В североамериканских Соединенных Штатах шла гражданская война. В этой гражданской войне применялись практически все современные на тот момент военные технологии. Уникальность этой войны заключалась в том, что в мирное время армия САСШ, что севера, что юга, насчитывала порядка 25 тысяч человек. И для вооружения им нужно было совершенно небольшое количество оружия. А когда разгорелась гражданская война, оружия потребовалось очень много. И обе стороны начали подчистую выгребать вообще всю возможную стрелковку, как у себя, так и за границей. Причем оружия им постоянно не хватало, и поэтому бралось все, начиная от гладкоствольных оружий и дульнозарядных времен наполеоновских войн, до суперсовременных на то время винтовок под унитарный металлический патрон. И в Штатах накопился огромный опыт и производства использования современного оружия и современных патронов. И, собственно, этот опыт были отправлены изучать два русских офицера, поручик Гуниус и полковник Горлов. Отправились они, на самом деле, не только перенимать опыт, а еще и выбирать перспективную систему для перевооружения всей русской армии. По приезду в Штаты Горлов и Гуниус развили бурную активность и быстро перетестировали все возможные винтовки под патрон кольцевого вспоминения. Пришли к выводу, что этот патрон плохо подходит на роль основного армейского винтовочного патрона. После чего они прислали в Петербург рапорт, в котором сказали, что в Америке нет оружия, пригодного для вооружения русской армии. Поскольку готовой системы не было, а русские офицеры сдаваться не привыкли, Горлов с Гуниусом решили разработать собственную винтовку, там же, базируясь на тот момент в Штатах. В качестве прототипа они выбрали винтовку американского изобретателя Хайрема Бердана. Но прототипом, на самом деле, эту винтовку назвать можно было только условно, потому что новое оружие, которое разработали наши офицеры, как бы совершенно не подходило на то, что было у Бердана. Горлов и Гуниус впервые предложили использовать гильзу бутылочной формы, по принципу которой сейчас построены практически все патроны к нарезанному оружию. Так появился патрон 10-75 на 58Р, который мы знаем под названием патрона Бердана. При решении о принятии на вооружение металлического унитарного патрона в России разгорелась дискуссия, так как на самом деле на тот момент в России не было никакого патронного производства. То есть унитарные бумажные патроны делались прямо в армии, в полковых мастерских. И вообще из того, что нужно было для патронного производства, в России было только производство пороха. Для производства металлических патронов их нельзя было сделать в полевых мастерских. Для них нужно было построить полноценные патронные заводы. Кстати, интересный факт, что патронное производство требовало технологических допусков в порядка 0,02 мм. А минимальное на тот момент измерительное оборудование, вообще минимальное измерение, которое могли тогда делать в России, было 0,06 мм. То есть в три раза больше, чем требовалось. Ну и самый забавный момент, что первый штангенциркуль в Россию привезли собственно те же Гуниус и Горло вместе с образцами винтовки Бердана. Патронного производства никакого не было, но при этом было понятно, что винтовка с металлическим патроном обеспечивает лучшую обтюрацию пороховых газов и вообще сильно упрощает механизмы винтовки и повышает ее надежность. То есть металлическая гильза решала весь геморрой, все проблемы, которые были или у винтовок с бумажными гильзами, что у игольчатых, что у обычных. И спор на самом деле заключался в том, что вообще, что важнее для нас. То есть дешевая винтовка, то есть как бы агрегат некий, или дешевый патрон, то есть расходник. Обычно в современном мире выбирают, что расходник важнее, чем агрегат. Но тогда в итоге победили сторонники металлического патрона и было принято решение о строительстве патронного завода. То есть сначала был построен завод на базе Петербургской экспериментальной патронной мастерской, а потом уже договорились построить полноценный завод в Туле. Кстати, тульский завод, он был куплен под ключ, как бы в Англии, то есть англичане обязывались построить завод и поставить все необходимое оборудование, в том числе энергетическое оборудование, то есть там паровые машины и производственное оборудование. Ну, давайте сейчас еще покажу вам патрон Бердана. В принципе, я его, по-моему, когда-то уже показывал. Это вполне себе классический патрон конца 19 века под дымный порох. От современных патронов отличается только свинцовой пулей и большим калибром вследствие наличия дымного пороха. Новая винтовка, названная винтовкой Бердана номер один образца 1968 года, была тоже заказана в Америке на фирме Кольта. Его появление, на самом деле, вызвало большой резонанс в оружейном мире, потому что это было первое оружие валового изготовления, которое по точности и кучности стрельбы превосходило лучшие американские образцы того времени. И до конца 19 века русская винтовка, она называлась русской винтовкой, там считалась одним из самых точных винтовок, которые производились в Штатах. Кстати, тоже интересный момент, что Горлову и Гуниусу пришлось налаживать массовое производство этих винтовок на заводе Кольта. Почему? Потому что американцы не имели опыта производства настолько масштабного. Серии, которые они производили у себя, были намного меньше. Тех серий, которые требовалось современной европейской армии. То есть нужно было уметь производить сотни тысяч штук. Собственно, в этом наши офицеры помогали американцам. Всего было выпущено порядка 37 тысяч этих винтовок, то есть винтовки Бердана образца 1968 года номер один. Опять же, параллельно с разработкой новой малокалиберной винтовки проводились работы по модернизации существующей винтовки образца 1956 года. Помните, я говорил, что ружья служили долго и утилизировать их было жалко. Так вот, было решено переделать существующие шестилинейные дульнозарядные винтовки в казнозарядные винтовки с унитарным металлическим патроном. Испытывалось две системы. Система модернизации Баранова с затвором, откидывающимся вперед, и система модернизации австро-венгерского подданного чехопонциональности Сильвестра Крынка с откидывающимся затвором вбок. При испытаниях система Крынка показала чуть лучшие результаты, а самое главное, она была дешевле на полтора рубля. То есть, система Крынка стоила 6 рублей, ну, модернизировать винтовку по системе Крынка стоила 6 рублей, а модернизировать винтовку по системе Баранова стоила 7,5 рублей. Вот. И в 1869 году было принято решение вооружить армию переделочным ружьем системы Крынка. Всего их было выпущено около 800 тысяч штук. 800 тысяч, обратите внимание на масштабы. А флот было решено перевооружить ружьем Баранова. Всего было выпущено 10 тысяч штук. Давайте я вам покажу, как выглядел патрон в системе Крынка. То есть, на самом деле, если мы сравниваем патрон Крынка и патрон Бердана, кажется, что этот патрон должен быть более старым, так как выглядит сильно менее современно. А самое смешное получается в том, что патрон Бердана был даже разработан раньше. А, так сказать, старомодность патрона Крынка обуславливается тем, что просто он разрабатывался под старую винтовку. Ну, здесь у меня патрон не очень хорошего сохрана. Такая вот очень тонкая гильза. И очень большая пуля. Клеймы у меня здесь считаются довольно плохо. По-моему, здесь написано ГТО или ГО, наверное, ТО Тула. И, по-моему, 1871 год. Самый старый патрон в моей коллекции. Дальше пошло веселее. В 1870 году, то есть еще до начала массовой производства винтовки Бердана номер один, сам Хайрам Бердан разработал и предложил новый вариант винтовки, уже с продольно-скользящим затвором под тот же самый патрон. Винтовка была испытана, принята на вооружение. Кстати, вопреки возмущению Горлова, который считал эту винтовку хуже винтовки номер один, к разработке которой он имел непосредственно отношение. Всего было выпущено 3 миллиона Бердана, то есть винтовок Бердана номер два. Но в 1877 году, на момент начала русско-турецкой войны, имелось всего 350 тысяч винтовок Бердана против 800 тысяч винтовок Крынка. Это обуславливается тем, что винтовку Крынка производить было проще, так как их переделывали и дешевле. А Бердана надо было производить с нуля. Винтовки Бердана номер два уже производились в России. В Ижевске, по-моему, в Сестрорецке и на Туле. И того мы имеем. В 1856 году на вооружение принимается нарезной штуцер, заряжаемый из дула, с пулей типа Менье. В 863 году на вооружение принимается винтовка Желит Румера. В 1866 году на вооружение принимается винтовка Терри Нормана. В 1867 году на вооружение принимается винтовка Корле. В 868 году на вооружение принимается винтовка Бердана номер один. В 869 году на вооружение принимается винтовка Крынка. В 1870 году на вооружение принимается винтовка Бердана номер два. Чуете, как было весело тогда армии и снабженцам, и производственникам? Но на начало русско-турецкой войны на вооружении одновременно находилось 4 системы. То есть были винтовки Корле, были винтовки Крынка, винтовки Бердана номер 1 и Бердана номер 2. Причем все были под разные патроны, кроме Бердана 1 и Бердана 2. Надо признать, что не только русская армия меняла винтовки как перчатки, Англия, Франция, Австро-Венгрия пошли примерно под такой же путь. Чуть лучше дела были у немцев, точнее у пруссаков, которые раньше всех в 1941 году приняли на вооружение игольчатую винтовку Дрейзе. Немцы сразу же ее засекретили и войска не выдавали. И были вынуждены для отвода глаз модернизировать свои старые ружья системы Тувенена. То есть вплоть до 60-х годов. А на самом деле все дело в том, что оружие в то время развивалось примерно с той же скоростью, как в 90-х годах 20 века развивались компьютеры, а в нулевых годах 21 века развивались сотовые телефоны. И только что принятые на вооружение образцы устаревали еще до того, как попадали в армию. Ну и конечно не стоит забывать про общее отставание промышленности. Намного позже, уже при разработке трехлинейной винтовки под патрон с бездымным порохом, известной теперь как винтовка Мосина или трехлинейка, все эти ошибки были учтены. И подход к разработке патронной винтовки был намного более основательным. Вследствие чего стало поистине великое, не побоюсь этого слова, оружие, которое честью прошло кучу войн, включая две мировые. Вот где-то трехлинейка используется до сих пор. Не менее знаменитым и заслуженным является и патрон к трехлинейке. 7,62х54, который является рекордсменом по службе в войсках. Он, конечно же, много раз модернизированный. Стоит на вооружении до сих пор вот уже 128 лет. Вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать про большую оружейную драму. Здесь я воспользовался несколькими источниками и статьями. Ссылки на эти источники я привезу в описании к ролику. Ну, а вам спасибо за просмотры. Надеюсь, такой формат роликов вам понравится. Всем удачи и пока!